В Белоруссии стартовало производство автомобилей китайской марки «Чанянь». Сборку машин освоила компания «Юнисон». Пока что под Минском будут собирать только одну модель – компактный кроссовер CS35+. Его делают по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Известно, что российский офис «Чаняня» заказывает выпуск определенного количества автомобилей, а белорусская фирма получает комиссию за каждую собранную машину. Отметим, что до этого «Юнисон» выпускал только автомобили китайской марки «Зоти». А вскоре автосборочный завод планирует снова расширить линейку продукции. Прошлой весной на российский рынок вышел «Черри Тига 7» первого поколения. Однако наше представительство бренда уже готово предложить кроссовер следующей генерации. Со сменой поколений «Тига 7» стал заметно крупнее. Радикально сменил имидж, а также обзавелся полностью новым салоном. От старой «Семерки» не осталось ровным счетом ничего. Кроме, пожалуй, базового турбомотора объемом полтора литра. Однако для тех, кто любит погорячее, теперь доступен более мощный двигатель. Единственное разочарование – это строго передний привод. Впрочем, для Китая, где новинка стартовала полгода назад, это не проблема. В России кроссовер пока не сертифицирован, поэтому никаких других подробностей еще нет. Заявлено лишь, что машина получит оптику на светодиодах. Джей Ли подтвердила скорый дебют сразу двух новинок – кроссоверов Atlas Pro и FY11. Год назад китайская марка провела глубокий рестайлинг своего главного бестселлера – модели Atlas. Модернизация принесла совершенно новый дизайн и полностью светодиодную оптику, а сзади перекроен проем пятой двери. В салоне появились другие передняя панель и центральная консоль, а также контурная подсветка. Медиасистема обзавелась большим экраном, при том некоторыми функциями можно управлять при помощи фирменных наручных часов. Вторая новинка – паркетник FY11. Он базируется на модульной вольвовской архитектуре, а в гамму мотора включены шведские агрегаты объемом 1,5 или 2 литра. Со старшим объединены классический автомат и полный привод. Что из этого достанется российским версиям, узнаем перед стартом продаж, который намечен на осень.